В муниципальном центре культуры провели торжественное открытие городского волонтерского форума. С магаданскими добровольцами работали три приглашенных спикера с других регионов. Программа очень насыщенная. В течение трех дней для ребят проведут мастер-классы, тренинги, а также круглый стол. В Магадане более 20 волонтерских объединений и около трех тысяч добровольцев. Большая часть – школьники, но также есть студенты. Как отмечают специалисты, волонтерская работа очень важна. У нас это движение, как я уже говорил, исторически заложено, наверное, в нашем менталитете, но сейчас это развивается стремительно и уже не первый форум проводится здесь, в городе Магадане. Растет количество волонтеров, и это еще и сподвигла пандемия наша, о том, что без волонтерского движения, без помощи близким, ну, наверное, сегодня так, ну, скажу, группа не выжит. Сегодня здесь, в зале, молодые волонтеры. И цель этого форума для вас, ребят, в первую очередь, во-первых, вы познакомитесь, во-вторых, вам скажут о всех направлениях сегодня волонтерства. Культура, спорт, социальная сфера. У каждого волонтера своя специфика деятельности. Как отмечают кураторы объединений добровольческих групп, любой желающий может найти себя в этой стезе. Организация «Волонтеры Магадана» создана при управлении по делам молодежи и связям с общественностью мэрии областного центра. Добровольчество в России регулирует федеральный закон, согласно которому волонтеры обеспечивают питанием, форменной одеждой, оборудованием, средствами индивидуальной защиты и многим другим. Также сказано, что одна из целей волонтерства – оказание безвозмездной помощи людям, которые в ней нуждаются. Подобные встречи Управление по делам молодежи проводит часто. Из-за того, что каждый год волонтеров становится больше, в этот раз решили провести слет. И образовательная, и тренинговая части пройдут в том числе в диалоговой форме. Я вам желаю провести их по максимуму с пользой для себя. Узнавайте новое, общайтесь, знакомьтесь. Я уверена, что форум – это только начало большого пути в развитие добровольчества. По словам организаторов, тренинги помогут опытным волонтерам усовершенствовать свои умения, а новичкам познакомиться с добровольчеством в целом. Кроме того, для руководителей организации проведут отдельные занятия. Сам формат форума предусматривает дискуссию. На всех площадках есть возможность поделиться своим собственным мнением в том или ином вопросе. Спикеры также поделятся опытом. Мы собрали разных спикеров в команду, то есть это эксперты в различных сферах, которые так или иначе связаны с молодежной политикой, с добровольческой деятельностью. Это и педагоги, и профессиональные тренеры, и организаторы мероприятий. Поэтому, чтобы охватить максимально все сферы добровольческой деятельности, которая максимально широка, мы решили собрать именно вот этих спикеров по различным рекомендациям, по собственному опыту работы, которые смогут работать как с детьми в возрасте от 14 до 20 лет, среднему такой возраст, так и с уже взрослыми педагогами, которым также можно найти какой-то новый материал, которого они, например, еще не знают. Помимо ресторанов, кинотеатров и других развлекательных мест, QR-коды решили везти в самолетах и поездах. Вечерний Магадан решил выяснить у жителей областного центра, как они к этому относятся. Отрицательно. Почему? Ну, потому что я знаю, что мои знакомые настроены против этих QR-кодов, никто их делать не собирается. Я думаю, что ничего хорошего из этого не будет. Я часто не езжу. Я не езжу в общественном транспорте. А вот то, что на самолетах и в поездах... Отрицательно. Очень отрицательно. Я не летаю в самолетах. Я нормально. Не знаю. Нормально, я думаю. Ой, а я не люблю это. Мне не нравятся эти QR-коды. Я не хочу, чтобы их поддили, потому что... Ну, это как заставляют их делать. Вакцинироваться. А зачем? У каждого человека должно быть право на это, вакцинироваться или нет. А так получается, что заставляют всех. Абсолютно всех. И также хотят там везти, например, у нас в техникуме, в магазинах. То есть можно будет передвигаться только на автобусе и ходить в продуктовый магазин. Ни в кино, никуда вообще сходить нельзя. Возможно, это ужасно. Люди же не смогут передвигаться без QR-кодов. А кто-то не согласен делать их, делать прививку. Просто сделать все, чтобы людям было неудобно. Даже не знаю. Я считаю, что нормально. Должны люди следить за своим здоровьем, переживать за других, по крайней мере. Ну, чтобы других не заряжать и самому не заразиться. Я считаю, что это хорошо. А вы как считаете? Правильно. А потому что некоторые несознательные не хотят прививаться. Вот пусть сидят дома, а не мы на изоляции. А то нас на изоляцию, а не гуляют. Не очень хорошо. Ну, потому что не все должны делать прививки. Не все обязаны. Бедлам. Бедлам. Ну, потому что это на добровольных началах. Это на добровольных началах. Плюс еще неизвестно, как эта вакцина сработает в дальнейшем. Даже сейчас, на момент, когда делает человек, неизвестно, как у него здоровье отрегивает на этот QR-код. Поэтому есть такая информация о том, что безопасная вакцина делается в течение 20 лет. А это все ненадежно. Положительно. Пора навести порядок уже давно. В Магадане факты регистрации большого количества лиц в одной квартире, в которой фактически они не проживают, продолжают носить массовый характер. Так, на ограниченной жилой площади регистрируются несколько десятков человек. Но, по факту, они не смогли бы там ужиться все вместе, поскольку невозможно было бы оборудовать необходимое количество спальных мест. Были бы неудобства в быту, в частности, при пользовании кухней, ванной комнатой, чем нарушились бы требования законодательства о норме жилплощади на человека. Такие квартиры представляют собой интерес для контролирующих органов. Несмотря на отсутствие материального ущерба для государства от таких действий и фактических намерений виновного лица, выражающихся в оказании помощи человеку с регистрации, необходимую, к примеру, для трудоустройства на работу, данное деяние образует серьезный состав преступления, за которое предусмотрено суровое наказание. При этом для наличия в действиях лица данного состава преступления не имеет правого значения получения либо неполучения виновной материальной выгоды от такой фиктивной регистрации, а также родственные и семейные отношения с регистрируемым лицом. То есть даже зарегистрировав в своей жилплощади родственников, при том, что данные лица фактически не будут проживать в данной квартире, заявитель может стать фигурантом уголовного дела. Федеральным законодательством предусмотрена уголовная ответственность собственников таких жилых помещений по статье 322.2 УК РФ, то есть за фиктивную регистрацию гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации, равнофактическую регистрацию иностранного гражданина или лица безгражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации, которые в настоящее время расследуются. Санкции статьи 322.2 УК РФ предусматривают различные виды наказаний в виде штрафа, принудительных работ и лишения свободы с дополнительными видами наказания в виде запрета занимать определенные должности или заниматься определенным видом деятельности. Завершена реконструкция тепломагистрали по улице Советской. Работы на участке велись более полугода. Подрядчик заменил трубопровод и увеличил его диаметр. Как отмечают специалисты, это один из самых масштабных, крупных и затратных участков, где проводились подобные работы. Сейчас уже произведена окончательная отсыпка. Внутри самого канала еще работают, изолируют незакрытые участки, а также прокладывают освещение. Планировали мы сегодня, завтра сделать эти работы, однако снег внес некоторые корректировки, поэтому будем в начале следующей недели проводить эти работы и впоследствии откроем дорогу. Полного проезда. Планировка, разравнивание бугров и в общем-то все. Все отсыпано, все нормально. Может быть где-то потребуется небольшая подсыпка места. Напомним, через участок по улице Советской снабжаются три центральных тепловых пункта, а это около 40% всего города. Мэр Магадана Юрий Гришан поручил как можно скорее открыть дорогу для проезда машин. Мэр Магадана Юрий Гришан Мэр Магадана Юрий Гришан